Еще в понедельник многие автомобилисты заметили, что на заправках государственного предприятия республиканская топливная компания изменили сцены. Бензин и газ подешевели, а вот дизель существенно вырос в цене. С чем связаны такие перемены и какие еще изменения грядут на топливном рынке ДНР в интервью заместителя гендиректора РТК. Нам удалось снизить цену на топливо на 92-95 бензин на 2 рубля за счет того, что в принципе топливо закупалось октябрь, ноябрь, декабрь. Сейчас это топливо начало заходить на территорию республики. Плюс я уже говорил, что нашим руководством республики было убран акциз со 150 долларов на 50. За счет этого, закупив топливо на бирже и по новой цене, мы израсходовали наши запасы, которые хранились у нас на АЗС, на нефтебазе. Таким образом, мы на сегодняшний день вышли, смогли сделать такую ценовую политику, чтобы снизить цену на 2-5 бензин на РТК сегодня стоит 47 рублей, а литр 92-го – 44. И если цену на бензин удалось снизить, то вот дизельное топливо существенно подорожало – почти на 5 рублей. И сегодня стоит 54 рубля за литр. И это пиковая цена для ДТ. К весне она должна снизиться, уверяет руководство РТК. Это сезонное подорожание. Все знают, что перед Новым годом мы завезли зимнее дизельное топливо, Евро-5. Поставщик у нас очень серьезная компания, опять же, повторяюсь, без посредников. Поэтому все знают, что зимнее дизельное топливо за счет присадок, за счет того, что оно рассчитано на температурный режим до минус 40. Поэтому оно и в цене всегда было дороже от 3 до 5 рублей по сравнению с зимним, с межсезонним и с летним дизельным топливом. Как только мы выработаем зимнее дизельное топливо, которое мы закупили, где-то, я думаю, к началу марта мы начнем опять торговать межсезонним. Соответственно, цена будет сразу же снижена. И к лету цена, я думаю, вернется на круги своя. То есть, как она была до того, как мы завезли межсезонье, в район 47-49 рублей. Также в республиканской топливной компании сообщили, что ажиотажа с дефицитом бензина не прогнозируется. Даже при форс-мажорных ситуациях в РТК есть запас топлива на два месяца вперед. Так что в ближайшее время повышение цены на бензин и газ не планируется. Правда, харцизянам, чтобы заправить свое авто на РТК, придется ехать до ближайшей АЗС, либо в Макеевку, либо в Зугрес. В нашем городе только частные автозаправки. Они предлагают бензин в среднем на 2,5 рубля дороже, при том, что солярка на некоторых заправках продается даже дешевле, чем на РТК – по 50 рублей за литр.